еврозона каждый раз когда macron устраивает демарш каждый раз засекаем время когда во франции начинают вспыхивать с новой силой протеста при том различной формы различных социальных групп каждый раз когда macron умничает по поводу того что не должны подчиняться сша европейцы что эта форма он так и сказал вассализма что мы не мол должны уйти от вассальства у него возникают проблемы каждый раз когда macron говорит об особом экономическом интересе группе которая должна думать о себе у него возникают проблемы может быть это параллельные вещи вот просто желтые жилеты они так и так либо и просто в этот момент ну где-то как-то что-то произошло и заявление макрона накладываются на естественное социальное напряжение в стране может быть протесты гетто когда страна полыхает когда анархия на улицах когда действительно идут бои с полицией и люди начинают организовываться в новые абсолютно не мирные демонстрации хотя не могу назвать желтый жилет мирными демонстрациями то силовикам франции приходится не просто спускать собак и разливать слизь бочевый газ там уже другие репрессивные меры были включены беспощадность боев на улице это не подтвердило количество раненых полицейских тоже и я говорю что это статистика мы просто накапливаем и наблюдаем на саммите нато устами столтенберга а я напомню столтенберг это потрясающая личность у нас у меня лично три любимых героя бэтмен человек-паук и столтенберг иногда кто-то может подвинуть там бывают различные вещи вот в данном случае я считаю так что после саммита нато его уже подвинула на лена бербук я об этом расскажу сегодня обязательно как министр иностранных дел федеративной республики германия и столтенберг это голова то есть он решение не принимать не может принимать он неплохой я так скажу тамада и в своей там один и функции когда ты должен людей случайно встретившиеся на свадьбе или на юбилее как-то так поразвлекать у тебя есть заранее прописанные вопросы у тебя есть большой опыт общения с гостями в спонтанном экспресс режиме когда ты можешь по внешнему ну скажем так сбрасыванию брови определенного человека понять что твой вопрос мимо и столтенберг на самом деле очень искусный тамадан как тамада но вопрос это ему прописывать решение столбинг понятно никаких не принимать его контракт продлили но судя по всему вот мне кажется надо продвижение контакта столбинг говорит о том что то что америка задумала навязать через нато не очень получается и столтенберг так как в теме другого столтенберга не найдешь не дай бог будет утечка столтенберг кстати молчит он не сливает что его курируют а придет какой-нибудь новый там например мэркель там или там я говорю что это чушь но тому представляет мурсула фонделяем сразу же утечки произойдут определенные поэтому и контракт продлили и то что у нато не получается и им нужно еще время чтобы это получилось конечно это связано не только с украины именно здесь демарш франции очевидно и вот мы часто говорим нато 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 но вы знаете на самом-то деле на в это северно-атлантический первые буквы норд-атлантика и вот мы говорим на то аббревиатуру по латыни но в принципе забываем все время что это северо-атлантический альянс именно северно-атлантический у меня теперь вопрос а что они могут искать например в районе южной кореи вот что им там надо в индо китайском регионе и что им надо например с австралии снова зеландии и здесь вопрос болезненный для франции и чувствительный а так как мы живем время политически закомплексованных людей тогда политический комплекс политической неполноценности у некоторых он ярко выражен как у барреля у покрона он не такой но макрона есть вот этот дальнейшие разговоры несколько разговоров и вот здесь нужно понимать что чаша весов она наполняется определенными шариками и шарик разговора о том что австралия например и нова зеландия должны найти структуру нато подождите 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 только что совсем на наши глаза макрон был унижен оскорблен в лице макрона получила франция безумную пощечину которая ударила по впк ударила по заработку страны по бюджетной линии и в принципе когда у тебя есть свободных пару миллиардов ты можешь и реформу отложить и посмотреть как социально она будет заходить ты можешь в этой реформе продумать как ты сделаешь информационную подушку мягче подготовишь к этим реформам когда у тебя денег нет ты надо идешь на жесткие меры правда ли не прав показывает истории последующие события но с точки зрения макрона америка же в надлую вырвала у него под носом заставила правительство австралии новой зеландии отказаться подписанных договоров и макрон остался с носом а америка получила очень жирный заказ в пк и подводные лодки для новой зеландии это конечно прелесть но если мы все одна большая семья нато то расскажите мне почему мы в нашей семье друг у друга что-то вороем а вы еще те кто пошли на эту кражу американцы украли конечно контракт а вы еще делайте видами все нормально там даже тендера не было просто нам здесь теперь вот купить сказали и конечно мы не одна семья поэтому макрону первый пункт по которому не нравится индокитайское расширение нато здесь все понятно здесь все логично это действительно я бы сказал даже не комплекс политической неполноценности а это вообще комплекс восприятия макроновского существования он не забыл эту обиду то есть макрон нам показывать свои даже человеческие приоткрывает качество он не забывает обид у него еще есть кое-кто кто его обидел несколько раз дальше пошли дальше мы пойдем на я смотрю на часы у нас техническая пауза 44 45 еще можно спокойно продолжать полторы минуты дальше макрон на этой повестке нато то есть почему я привожу пример фокусника иллюзиониста отвлечение внимания произошло конечно же это одна из главных тем вроде как украина но в принципе расширение нато на восток не заканчивается украины я считаю что байден совсем обезбашенный просто на всю голову политик у которого непонятно он хочет умереть вместе со всей планеты или как то что он вытворяет для меня не вписывается концепцию даже уже американской безопасности потому что расширение нато на японию такое хитрое создание там совета открытие представительства нато в японии это не столтенберг придумал столтенберг тамада столтенберг говорящая голова столтенберг это бэтмен когда нужно фонарик включили и он пришел дальше он работает только на камеру это фикционная фигура и в своей фикции столтенберг не может придумать требовать какие-то собственные идеи жизни что мы ребята давайте мы сейчас откроем представительство нато в японии простите меня за мой политический муветон с какого бату на североатлантический альянс лезет в инду китай и вы представляете мы думаем одинаково сейчас говорит не сергиенко владимир а это была цитата макрона у вас она уже значит есть так вот макрон вы понимаете ведь вот видимая сторона медали там украина украина давайте говорить я пять гаубиц поставлю самоходок у нас тут есть колесные танки кстати дорогие друзья окунувшись в определенное информационное поле связано непосредственно с развитием анархии и анархических движений даже не во франции а в европе вы знаете некоторые вещи даже так читаешь и думаешь вау вот моя журналистская мысль там или политологическая так не заходит то есть ты смотришь на политиков на их движения а там все черно по белому не вздумайте проткнуть колесо бронетранспортеру или французскому танку эти колеса не протыкаются но даже ему ребят не партись надо по-другому бороться это методичка которую рассылали во время протестов во франции так вот зеленский зеленским украина украины эта тема по сценарию но кроме этого сценария шел безумный торт просто безумный торт и по какой-то причине кто-то думает что макрон дискутировал со стол ну вы действительно так думаете что столтенберг будет с макроном дискутировать или макрон со столтенбером у столтенберга была четкая задача очень аккуратно открыть окно овертона и максимальное количество не окно форточку в эту форточку вы знаете нужно было запустить и одна из таких вот мыслей которые нужно было проработать на саммите это мысль ярко выраженного северного направления действий соединенных штатов америки то что швеция финляндия входят с ней швец еще не вошла но вот это филляндия вошла североатлантический блок конечно россия имеет к этому отношения конечно архитектура перекошена безопасности в европе но если мыслить стратегически это направлено все на разборку в северно-ледовитом океане за запасы которые там есть многие еще не разведаны но те которые есть это в принципе гарантия стабильности но я думаю лет на 150 как минимум и в этом отношении уже сейчас нужно смотреть структурно как подходит враг к этому вопросу враг это все те кто объявили нас врагами мы первыми врагами никого не и в этом отношении привлечения японии конечно же интересно для американцев но не забываем есть китай макрон совсем недавно был в китае и после чего подписав контракт мгновенно молниеносно обойдя немцев обойдя евросоюз макрон в принципе в китае подписал на 11 миллиардов мгновенно и не мгновенных там больше ста миллиардов контракт это инвестиционные капиталы это то что будет постоянно приносить прибыль это то что приносит прибыль и китайцам и французам в обход брюсселя выход вашингтона это вызывает большое недовольство у брюсселя в первую очередь и своих рассуждениях макрон вот остановился на то на то еще раз на то первые две буквы норд-атлантик северная атлантика какое отношение имеет северная атлантика киндо китайскому региону но вот здесь мне кажется и макрону нужен ликбец потому что когда он задает риторический вопрос какое я ему отвечу очень простое господин макрон очень простое америка считает что северный полюс южный одновременно находятся в вашингтоне то есть ось земли проходит через вашингтон а дальше все вращается вокруг них и они решили что индо китайский регион является географически притянутым конечно же проблемам северного альянса и вот здесь макрон поумничал сказал как школьник найти объясняя мы должны остаться в географии северной атлантики но тут он меня удивляет макрон и говорит что в принципе их интересует вы знаете индотехианский регион конечно очень должен интересовать ничего не интересуются странами ближнего востока и африки и и вот здесь я понимаю либо я учился в детстве и у меня по географии неправильная оценка где север и где атлантика либо ближний восток у нас как-то сместился тектонически и тоже находится в интересах сферы интересах северной атлантики но я понимаю чем говорит макрон на самом деле африка намного интереснее чем и китайский регион в индокитайском макрон потерял контракты в африке макрон теряет французское постколониальное влияние но при этом он теряет шахты теряет лифтяные поля франция много что теряет германия назовите мне пожалуйста шахту или место в германии которое может обеспечить выпуск вообще автомобилей на электротяге вместе с аккумуляторами в германии у них нет ничего у них нет сокровищ в земле они не могут себя обеспечивать соответственно им навязали сейчас украину и украина дует европу очень профессионально а на самом-то деле за этот момент за это время американцы усиливают свое присутствие китайцы усиливают свое присутствие россия усиливает свое присутствие именно в тех местах которые нужны индустриальным державам а именно страны которые богаты полезными ископаемых и конечно макрон это все понимает конечно и конечно его фраза о том что мы должны оставаться именно в географии северной атлантики говорит о том что не все единомышленники нам как правило орбана подсовывает который там что-то метод говорит да нет на самом деле конфликт внутри нато это конфликт не только сша франция это еще конфликт франция турция и в этом отношении кто бы что не говорил про эрдогана эрдоган сделал потрясающую вещь он привязывает непривязанные вещи вы хотите швецию в нато ну тогда примите меня в евросоюз и шольц сразу же ой это разные вещи вы знаете это абсолютно разные вещи но для меня эрдоган сейчас является примером именно того как нужно не привязаны друг другу вещи говорить но например вы хотите серновую сделку забыли про то что вы травите журналистов через свои сми и свои спецслужбы вам кажется это ерундой нет это не ерунда это современная модель когда вещи не привязаны друг другу начинают входить в игру и конечно же у макрона с эрдоганом точно также комплекс политической неполноценности макрон перекрыл мусульманство между прочим финансирование некоммерческих организаций во франции макрону очень не нравится засилие именно религиозная в котором он говорит что светскость это не присутствие религии в общественных местах поэтому мы по закону запретим женщинам мусульманкам носить ваши религиозные наряды только по праздникам и только в четко прописанных местах не вздумайте прийти в общественное место не дай бог вам прийти так на работу это макрон это он свершил реформу которая в принципе является и многими воспринимается как антимусульманская макрон это выдал как за светскость но ведь посмотрите на фоне вот там над этот сценарий говорю его даже осуждать не очень хочется на этом фоне ведь демонстративно и демонстративно сжигает и сжигает коран коран владимир ну давайте остановимся первая часть еврозоны подошла к концу слушаем новости и встречаемся в начале следующего часа еврозона и так мы продолжаем разговор о событиях на территории еврозоны но конечно перекидываются мостики в другие регионы когда для этого есть необходимость владимир можно такой небольшой заказ может быть найдется время хоть в конце программы пару слов сказать о том что будет в понедельник и вторник в брюсселе страны евросоюза встречаются с представителями стран латинской америки и карибского бассейна интересно в то интерес в том что они уже поругались латиноамериканцы не хотят не только принимать версию про украину в предварительном документе который как правило составляют заранее они требуют чтобы вообще не упоминалась украина европейцы пока не соглашаются интересно интрига есть но это мое предложение мы слушаем вас сейчас нет действительно я могу заговориться по своим заготовкам я вам лучше сейчас дам короткий ответ смотрите наталья и дорогие радиослушатели значит разговор о саммите латинская америка евросоюз он же идет там подготовка шла и месяц назад и где-то недели две назад первый раз нам слили документы в которых вы достаточно четко сказали что на этом саммите украины быть не должно зеленский выступать не должен я в еврозоне об этом уже коротко упоминал считаю что в том числе есть и закулисная дипломатия так многие говорят ой не надо о ней говорить почему не надо цру знает мосад знает мишель знает днт знает понимаете а мы стесняемся на говорить о том что и так все знают если это не влияет на негативный образ определенных органов или действия определенных дипломатов я считаю говорить надо и там победа не победа раздражитель не раздражитель дело второе латинская америка сама по себе достаточно умна чтобы сказать нет зеленскому на этом сами это точно была точка поставлен на этом второе в европы есть такая странная болезнь сейчас это не признание интересов и право на самоопределение других стран привожу пример это моя большая любовь сейчас я ее призываю все-таки открыть правду и рассказать кто были ее папа дедушка и бабушка и какое отношение в их семье в детстве было к этим родственникам я имею ввиду конечно же штраф циммерман госпожу главную лоббистку немецкого оружия главу комитета по обороне бундестага и еще и мою зрительницу моего телеграма ну вряд ли она читательница но зрительница точно так вот все очень просто как-то раз штраф циммерман сказала что швейцария не считается с интересами соседей фраза это была после того как швейцария отказалась поставлять оружие и дать разрешение на поставку своих запасов своего вооружения на украину у швейцарии нейтральный статус и штраф циммерман не понимает что такое нейтральный статус она просто не понимает дело не в том что вот человек смотрит на зеленое ему говорят это невкусно потому что это зеленое это различные понятия понятие нейтральный статус не имеет отношения к тому что швейцария должна соблюдать интересы германии по мы по видению Штрак-Циммерман. Но не должна Швейцария это делать. Швейцария имеет свой парламент, свою структуру полностью, при том, что они обсуждали это достаточно серьезно. В парламенте Швейцарии обсуждения были не просто глубинные. Там практически произошел еле-еле, еще чуть-чуть, и Швейцария перестала быть нейтральной страной. То есть мы видели, как Швеция перестает быть нейтральной страной. На наших глазах раз и случилось. И осмысление нейтральности, это осмысление в том числе и на самоопределение любой страны. Но в Европе сегодня всякие там политики, которые рассуждают о том, что они сад в цветущий. И когда эти же политики рассуждают о том, откуда и какие протесты в Европе происходят, на примере Франции, то они даже не понимают, что неоколонализм в их головах. Они колонию взяли и просто привели во Францию. Они колонию привели, но относятся они точно так же к этим людям по-другому, как к второму сорту. У них это палево происходит везде, по всем фронтам, во всех высказываниях. У них ведь леса. Так вот, вот эта вот манера вашей интереса, вы не понимаете. Какая нейтральность, вы же не понимаете. Ну, значит, вы второго сорта люди. Вот эта модель политическая попробовала быть навязана сейчас Латинской Америке. Но Латинская Америка живет своими интересами. И интересы вот этих вот коршунов, которые... Ну, представляете, там, если Шольца может пригласить на танец Эстонии и Литва и рассказать, как он должен и где он что должен делать, ну, вроде такая вот есть иллюзия с точки зрения, там, Украины, поставки оружия, усиления восточного флага НАТО, то с точки зрения Латинской Америки они танцуют ламбаду и танго. И не надо их вести в этом танце. В этом отношении саммит, он ярко выраженный. Итоговый документ по Украине, который нужно вставить озабоченность, это, опять же, вот этот вот комплекс политической неполноценности. То есть кураторы дали установку на этом саммите, обязательно протащить Украину, хоть как-то. Начали свысока, то есть Зеленский выступает, и ес, зачетка, кое-кто деньги сразу получил за это. Дальше, не получилось, значит, надо понизить ступеньку. А давайте внесем в резолюцию, тогда хоть это, ну, ладно, там покривят рожу заказчики, кураторы наши, но мы хоть это сможем протянуть, как нашу победу. Не будет победы, в Латинской Америке своя повестка. И если Европа отказывается от своих обещаний, а Европа в этом отношении многие обещания не сможет выполнить, потому что, друзья, дорогие радиослушатели, в Европе аномальная жара. Просто это что-то чудовищное. Волна жары смещается с Евреем. Сельское хозяйство Португалии, Испании, Италии, у меня такое чувство, что в этом году они не просто безурожайны, там нужно тоннами депрессанты привозить фермерам, потому что они не знают, что делать с этой ситуацией, и с этими ценами, еще придет зима, и как им выживать, непонятно. Как дома отапливать, я не знаю, у них там нету особых лесов в оливковых деревьях, чтобы отапливать. Это действительно проблема. Летом тепло, а зимой плесень в квартире появляется. Я сейчас не шучу, я говорю на основании разговоров с фермерами. И вы знаете, вот момент истины, я понимаю, что некоторые процессы будут остановлены с Латинской Америки. Раз, два. Да не может конкурировать немецкий фермер с аргентинским фермером в производстве говядины. Ну не может. В Аргентине загрузят просто в огромнейший корабль с огромнейшей морозильной камерой, мясо привезут в Европу и продадут в четыре раза дешевле. Собестоимость будет в четыре раза дешевле, чем фермер здесь будет немецкий выращивать. Плюс у немца еще проблема с поляками. Поляки и то дешевле вместе с румынами. Кстати, на этом фоне поздравляю, поздравляю. Саммит НАТО сделал все возможное, чтобы не прозвучало, между прочим, по поводу аграрной безопасности Украины хоть что-то. Польша у нас новые условия выставляет. Я считаю, что это имеет прямое отношение к еврозоне, чтобы Украина перестала замороженные продукты, потому что это опасность рынка для Польши. Такие, как клубника, такие, как морков из Украины, чтобы вообще запретили водить. Но я думаю, они найдут причину, там найдут какой-то ГМО, тесты сделают. И возвращаемся в Латинскую Америку, к саммиту. Там слетело пару контрактов, очень крупных, очень крупных, инвестиционных. И я напомню, когда БМВ решила, что у нас строит в Латинской Америке завод, Америка очень четко, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, чтобы не оговорились, там Латинская Америка, Соединенные Штаты Америки четко сказали, завод будет у нас. Иначе, и я напомню, какой-то там районный сельский суд в США вынес приговор по поводу манипуляции с газами, и Фольксваген заплатил миллиарды штрафа. БМВ это очень с ней отошло. Плюс завод, конечно же, в Мексике, а в США построили. Вот Латинская Америка очень четко сказала, давайте без всяких вот этих пышных фанфар конкретно четко, что мы строим и где мы можем и как продавать. Если вы введете дополнительные таможенные тарифы на наши продукты, ну и до свидос, у нас есть Китай в конце концов, с Россией будем договариваться. И Европа, которая в этот момент людям, которые пришли выстраивать экономическое развитие своих стран на ближайшие десятилетия, рассказать о том, что, о, ребята, вы тут вообще сбросьтесь, пожалуйста, потому что нас уже ограбили, давайте и вы пару копеек на Украину. Ну, кстати, у вас там были наши автоматы, там и в некоторых странах даже Леопард один есть. То, конечно, это бредятина. И лоббист, который не смог это все произвести с точки зрения саммита, непосредственно его привязывают к немецкой политике. Но, опять же, это теневые все разговоры. И лоббизм из Германии, так скажем, он умерен. У нас там есть другие оголтелые лоббисты Украины, но они не являются доминирующими в этом разговоре. И Испания, которая пробовала все это протянуть, и так типа, по дурочку, давайте мы здесь что-то сделаем. Я думаю, что Испания сама не очень сильно заинтересована, особенно когда такая аномальная жена, и понимает, что сейчас нужно деньги вытащить из Бюсселя себе в помощь, а не пробовать свернуть как-то разговоры с Латинской Америкой. И Испания, которая выполняет функцию польскую, скажем, на этом саммите, то есть лоббирует интересы Украины. Но у них нет ни желания, ничего. Так, руки спустили и пошли. Это вот, если коротко об этом саммите. Наталья, достаточно коротко? Да, да, очень подробно и любопытные детали. Учту их, впереди новая политическая неделя. Очень даже еще и пригодится. Владимир, спасибо большое. И еще у вас обещание. Вы про Анналену Бербук что-то заявляли. Я заявлял, но я еще по Макрону не оттанцевал до конца. Так вот, Макрон прямо в преддверии саммита НАТО встречался с Шольцем и с Дудой. Поляки и немцы приехали во Францию. И настрой Польши был, судя по всей прессе, по всему, что... Знаете, иногда твит можно прочитать и понять, о чем речь идет. Две вещи. Шольц и Дуда, они не разговаривали с Макроном о расширении НАТО. Они говорили о другом. Они говорили о том, что, в принципе, в той или иной форме нужно четко Украине положить маршрутную карту. Это делал непосредственно поляк. Ну, просто, чтобы понять было. Германия. То есть, как в анекдоте в детстве, я эти анекдоты вспоминаю просто. Француз, немец и поляк, как русский им отвечал. Я не знаю, даже в телеге не выложат, хоть они и детские анекдоты, но... Такие, для личного камерного пользования, кому надо, в интернете найдет. Вот прям как в этом анекдоте, когда один плачет, другой смеется, а тот плачет и смеется. И вот это вот и плачет, и смеется. Польша через Германию. Германия была такая, инфантильно расслаблена. Она сказала, ну вы порассуждайте. Польша говорила, что Украине нужно положить маршрутную карту. Франция говорила, не знаю что, но я знаю точно, что Польша вернулась после этого разговора. Непосредственно Дуда вернулся после этого разговора с другим настроем. Моровецкий с другим настроем. Они перестали лоббировать маршрутную карту и четкую дату поступления Украины в НАТО. Это произошло именно после разговора во Франции, еще до саммита. И само собой было понятно, что никакой четкой карты для Украины не будет. Но я хочу вернуться все-таки к большой геополитике. Смотрите, фраза, которую произнес чиновник из Елисейских полей по поводу расширения НАТО и открытия офиса НАТО в Японии. Прозвучало так, мы четко не за. Вот эти вот формулировки, мол лишний раз психологи подсказывают, как на маркетинг нужно действовать. Иногда это бредятельно полное. Но вот фраза мы не за, она абсолютно понятна. Но интрига-то в другом. Интрига в том, что Америка действительно относится как полуумком к своим партнерам. Это не партнерские отношения. Это красивые слова, на самом деле, что делает Америка. И на саммите НАТО это было понятно. Туда пригласили японцев. И японцы, на самом деле, сами не в восторге от того, что им предлагают. Объясняю. Соединенные Штаты Америки решили, что нужно привлечь Японию к слежке за подводными лодками Китая вокруг Тайваня. Японцы им на это отвечают. Ребят, давайте так. Вот наши носильщики, вот наши порты зашли. Если надо, мы вам дали топливо, накормили вас. Делайте сама-сама-сама-сама. Это позиция Японии. Америка говорит, вы не понимаете опасности. И Америка решила с Японией поговорить с помощью НАТО. И в этом отношении комбинация очень простая. Америке очень-очень нужно не потерять контроль. Всегда вот забывают, что единый Китай, это не значит, что единая Германия. Сейчас Бавария оружие, давайте напрямую поставлять будем. Давайте единая Польша. И сейчас где-нибудь там в районе Кратова тоже начнем поставлять оружие. Давайте, я сейчас много стран могу назвать, но давайте ударим по больной точке. А давайте Испания и оружие напрямую будем в Единой Каталонии поставлять. Так вот, что делают западные партнеры? Когда кто-то из политиков приезжает на Тайвань, Китай резко наращивает, например, подход своих самолетов, кораблей к определенной линии. И это такой четкий посыл Китая. Китай рассматривает это абсолютно как враждебные действия. А теперь вдумайтесь в эту комбинацию. На саммите НАТО нужно открыть офис в Японии, Японию привлечь к прямому воздействию слежки за подводными лодками вокруг Тайваня китайскими. И один единственный, и в данном случае Макрон, брат мой, мы с тобой одной кровью, у тебя хватило смелости, ну держись теперь, мужик. Это моя версия событий в том, что Макрон, когда сказал категорически, мы не за, ну это Елисейские поля озвучили, в принципе это был отказ Соединенным Штатам Америки. Мы уже на себя взяли нагрузку по Украине. Мы ее уже опустили в наших казармах. Смотрите, что у нас творится в стране. Нам нужно резко менять социальную политику, образовательную политику. Куда дальше? Какой Тайвань? Ты о чем? Байден! В принципе это крик души, который подтверждает, что нету единства в НАТО. И не надо мне подсовывать сейчас Литву или Венгрию в виде того, что эти хотят слишком много для Украины, а Венгрия слишком мало. Не надо. Литву никто не спрашивает в этих геополитических играх. В Литве иногда разрешают что-то озвучивать и лоббировать интересы. Короткий поводок. Здесь более глобальный разговор. И не забываем, пожалуйста, что Франция внутри этого разговора говорит о том, что внутри НАТО должна быть стабильность, внутри НАТО должна быть безопасность. И в этом отношении комплимент еще раз Эрдогану. Вы хотите Швецию в НАТО? Ну тогда я в Евросоюзе. Шах и марк. Это невыполнимые условия для Евросоюза. Эрдоган может повернуть как хочет и что хочет, но сама модель разговора в политическом жанре а-ля абсурд, вот он так и есть. Первый, кто будет против, это Макрон. Против того, чтобы Турция вошла в Евросоюз, в том числе и со своими товарами, в том числе и со своими контрабандными товарами или серого происхождения, которые через Азербайджан пойдут, еще как-то пойдут. Здесь очень много нюансов. И на самом деле у Макрона безвыходная ситуация. Просто у Макрона хватило смелости. Шольц тоже должен был стать рядом с Макроном. И в этом отношении, я же говорю, самый слабый канцлер Германии, с самым минимальной на сегодняшний день поддержкой в народе, которая существовала когда-то, либо канцлеру Германии, народ недоволен работой правительства, этой коалиции светофорной. И Шольц по логике вещей должен был бы встать на сторону Макрона и сказать, нет, это Европа, это географический северный альянс, у нас есть другие проблемы. Мы еле тянем Украину. Какой к черту Тайвань? Какой к черту Китай? Какой к черту китайский, азиатский район? Нам нужно вернуть 4 шахты и 2 нефтяных поля. Все. И тогда было бы какое-то единство. Макрон обнажил вот этот вот раздрайв, который внутри Евросоюза, внутри НАТО, внутри трансатлантических каких-то развитий событий. И на этом фоне вот максимальная попытка отвлечь внимание разговорами об Украине, она, я понимаю, почему вот в русскоязычном информационном поле много дается информации о развитии по Украине. Например, китайцы практически не говорили о саммите НАТО о том, что происходило в Вильнюсе с точки зрения Украины. Они говорили только с точки зрения Тайваня, только с точки зрения Китая. И Китай дал четкий посыл. Ребята, вам здесь делать нечего. И в этом отношении, дорогие радиослушатели, вы знаете, я считаю, что саммит НАТО, он, ну как, декларируй ему, если дать оценку, то отлично получают те, кто стулья расставлял и включал проекторы, чтобы было изображение, картина каких-то, и техники сработали хорошо, все микрофоны работали. Вот они сработали на отлично. А так саммит, он полностью провален, потому что и провален в большей части для Соединенных Штатов Америки. И Соединенные Штаты Америки максимально задействовали операцию «Туман Альбиона», чтобы никто не понимал, почему они провальны. Япония провалилась, совместное противостояние Китаю задекларировано. Задекларировано, нужно не забывать, что Россия и Китай для НАТО идут в связке. А уж для Соединенных Штатов Америки это вообще одно целое. Вот она Россия, вот она Китай. Мы говорим о Китае, думаем о России. Мы говорим о России, думаем о Китае. И, кстати, во всем этом, во всем этом, там такая фраза проскочила Макрона, «Нам бы еще внутри себя разобраться». И Макрон пару раз это говорил. Это имеет отношение непосредственно к Турции. А теперь представьте себе, вот этот вот Столтенберг, человек в одном ряду с Человеком-пауком и Бэтменом, то есть, в принципе, его фигурку можно сделать такой маленькой и продавать в маленьких магазинчиках НАТО. Вот здесь сожженный леопард, а вот здесь вот генеральный секретарь НАТО. Вот были же эти Барби и Кевин. Вот точно так же Столтенберг можно как кредитинговую игрушку продавать. Ну, может быть, надувную, не знаю. И, в принципе, представьте себе этого Столтенберга, который должен тамодить по сценарию, собрать всех вместе в одно время и рассказать им, что они должны делать. И в этот момент уже было понятно, что Макрон на самом деле договорился и с немцами, и с поляками, что никакой Украины не будет в НАТО. Это Макрон договаривался. А потом уже Америка подскочила со словами, что ну да, мы не хотим там, или мы знаем, чем это закончится. Это было потом, потому что Макрон встретился заранее в преддверии саммита НАТО и тогда поменял полностью риторику по политический спектрум в Польше насчет Украины. И Макрон, который заявил о Демарше, вы знаете, это на самом деле типично французская история. Франция же выходила из НАТО. Франция же запретила самолетам НАТО пересекать свое воздушное пространство. И этот момент остается у Франции в этой большой геополитической игре как фишка, как козырь. Они в любой момент могут сказать, мы сконцентрированы на Алжире, мы будем сейчас Алжиру помогать, там наши интересы. Еврозона Продолжается программа Еврозона. С нами Владимир Сергеенко. Владимир, мы продолжаем разговоры, рассказ. Итак, что у вас дальше по плану? Дальше я должен перейти к Аннелине Бербу. Вот вопрос такой пришел в Владимирскую область, сервер нам показывает. Литву не спрашивает, а Венгрия, какой политический вес у Орбана? У Орбана внутри НАТО веса практически нет. Пусть иллюзией никто там не страдает, все аналитики, которые приписывают дополнительный вес, у Орбана есть абсолютно четкая национально ориентированная игра. Плюс у Орбана есть большой проект, о котором почему-то мало говорят. Это консервативные силы всей планеты. Когда к Орбану приезжают Трамп, и они вдвоем стоят и говорят о том, что консервативный смысл существования изменился, то это глубинный разговор вообще-то о капитализме, о идеях капитализма. И вы понимаете, Петр Первый, когда окно рубил, точнее все наоборот, когда Европа через Петра Первого рубила окно в Россию, пришло время это окно закрывать. Или не пришло. И вот в этом отношении часто фраза, что Петр Первый прорубил, да нет, Европа через Петра прорубила. Ну, это дискуссионный вопрос. Или дверь нормальная европейцы сделайте, или, или. И вот Орбан в этом отношении, он четко понимает, что Европа через это окно заразилась определенными вещами, но очень странными. Европа превратилась в Советский Союз, правление, вот, коротко, Брежнев, перед концом эпохи Брежнева. Это застой. Европа больше не является консервативно-демократической в том числе, то есть, ну, тут же много движений. Европа превратилась в моральное, уродливое лицо, в котором у тебя есть только одна мысль, одна правда, одни газеты. Все остальное – это плохо, это не есть хорошо. Когда идет морализация капитализма, то это бред. Ты не имеешь права продавать. Ты не имеешь права даже завод там оставить. Оно быстренько взял из России и ушел. Это вы кому говорите? Капиталисту? Капиталисту, который тут же, как Сименс, присылает делегацию, которая пробует договориться, мол, когда все будет, мы вернемся там в будущем. Нет, ребят, Леп, сейчас вы об этом громко говорите и лоббируете, вот как оружейники. Нет, удачного лоббиста Штракт-Циммерман. Точно так же и вы имеете удачного лоббиста, который будет заниматься вашими проблемами и в Бундестаге, и в Европарламенте. Не нашли ваши проблемы. И в этом отношении новая мораль Европы, поворот, я бы сказал, знаете, вот сейчас мы перейдем медленно к Аналину Бербул. Когда Европа пробует развернуться, там Шольц говорит, мы говорим об снятии исторической ответственности. Послушай, Шольц, значит, она была? И ты хочешь ее что снять? Из мелкорегионального конфликта, куда леопарды посылаешь? Снять что, историческую ответственность немцев за Вторую мировую войну? После чего ты еще будешь говорить смехотворно там по поводу геноцида? Ну-ну, сказал я Шольцу. И в этом отношении разворот в Германии, у меня такое ощущение, что некоторые страны, когда стали разворачиваться, они действительно прислушались к Аналине Бербул. Ее фраза, что, мол, мир возможен в любой момент по поводу России, если Путин развернется на 360 градусов, это же притчевый язык. И пиарщики у Анны Лены, у нее муж, извините меня, входят в самую крупную пиар-контору Европы с миллиардным оборотом. Это не шуточная контора. Они занимались, начиная от подрядов Соединенных Штатов Америки, служить можно и быть солдатом, это круто. Заканчиваясь, они обслуживали Катар. Там 10-миллионные контракты, миллиардные обороты. И пиарщики, конечно, выкопятся. Но не то, что Анна Лена Бербул глупая, а 180 градусов, это имеется в виду отношение к политике, мол, ты смотрел на север, теперь на юг будешь смотреть. А Анна Лена Бербул имела 360 градусов, это, мол, посмотри вокруг себя на все. Вот, на все посмотри, сделай этот разворот. Но этот номер никто не купил. Они попробовали, но никто этот номер не купил с 360 градусами. И глядя, вот если каждый встанет на 360 градусов, то у меня есть ощущение, что некоторые вокруг оси с такой скоростью вращаются, что у них уже как бы изображение потекло, они не видят. И в этом отношении Анна Лена Бербул у нас тут заявила на днях. Заявление просто, я в восторге. Ну, давайте так, чтобы немного, немного соблюсти интригу, я вам еще сейчас не скажу, в присутствии, кого она это заявила. Потому что тогда становится все на свои места. И понятно, почему она это сказала, и как она сказала, и кто ее партнеры по этому вечеру были, с кем она сидела, обсуждала. Мне кажется, они были на одной волне. Ну, сейчас, дорогие радиослушатели. Каждый день мы прилагаем максимум усилий. Это цитата. Я каждый день работаю над окончанием конфликта на Украине. При этом сила интерпретации заключается в том, что можно подумать, что Бербок действительно работает над миром. Окончание конфликта у многих будет ассоциироваться с миром. Но, увы, это не так. Бербок лукавит. И в данном случае спичрайтеры смогли так и вставить эту фразу, обтекаемую. Но действительно она работает каждый день. Просто окончание конфликта с точки зрения Бербок это три фактора. Фактор первый. Украину завалить оружием максимально, сколько нужно. Вопрос о том, кто им управлять будет и кто будет задействовать оружие, это другой вопрос. Но он пока Бербок не парит. Фактор второй. Как только Германия истощится в своих ресурсах. У Германии достаточно хорошая такая жирная прослойка. Германия не бедная страна. У Германии хоть и потери ощутимые. Санкции бьют по Германии. Будь здоров. Но я имею ввиду санкции, которые Германия против России вместе с Евросоюзом вводит. Это бьет по Германии. Это безусловно просто. Но жирок-то все равно в Германии есть. Все равно это мощная индустриальная держава. Так вот, если у этой мощной индустриальной державы жирка-то поубавится, то тоже это мир будет на Украине. Потому что оружие поставлять не будут. Потому что союзничков начнут отговаривать. И отдавать пару процентов ВВП, ну как бы, это конечно смешно. Но это есть. Это наш реал политик сегодня. И Бербок, я считаю, в этом направлении очень хорошо работает. В светофорной коалиции это германский разговор между оппозициями, индустриальщиками, производственниками. И разговор о том, что Германия становится и переходит на зеленую электроэнергию. Вы знаете, это достаточно стрессовая ситуация для всего индустриального бизнеса. А стрессы, ну как, если ты зеленый и ешь только бананы, то значит, что я мясоед должен отказаться от своих сосисок. Притом еще не надо мне подсовывать вегетарианские и говорить, что это такие же. Мало того, не надо мне гамбургер давать и говорить, что это гамбургер, потому что он веганский. Я все-таки мясо хочу. Я, если честно, на третий день нервничаю, что я мясо не ем. Вот примерно так размышляет немецкий индустриальщик. Но только он смотрит на один параметр. Это цена на газ. Цена на электроэнергию в данном случае. И теперь интригу раскрываем. Потому что я знаю, что некоторые после технической паузы регионы уйдут. Поэтому переходите в интернет и слушайте Вести ФМ через интернет. Связь идеальная, могу я вам сказать. Так вот, дорогие друзья. Она сидела с братьями Кличко в этот момент, когда она рассуждала на эту тему. И, ну как вам сказать, я считаю, что абсолютно нормальная компашка. Политики, спортсмены, спортсмены политики – это нормальная вещь. Знаю ни одного человека, кто профессиональный спортсмен пошел в политику. Это нормально. Ненормально, когда человек, занимаясь этими вещами, не может осознать, что его IQ в принципе не соответствует занимаемой должности. Я помню, как Кличко говорил, что «а зачем мне быть умным? Я команду умных возьму, я просто буду бургомистом». Сегодня Кличко замахивается на пост президента Украины. И Зеленский прекрасно это знает, уже запустил там репрессионная пара, там борьба идет такая подковерная. А на самом деле все очень просто. Кличко поддерживает Германию. И Анна Лена Бербук сейчас продемонстрировала от имени Европу поддержку Кличко. Пиарчиком Кличко ставлю отлично. Молодцы, ребятки. Поможет ли это Зеленскому как-то? Не знаю, не уверен, потому что Зеленского все-таки поддерживают другие операторы, которые руководят его мышлением. Я имею в виду сейчас удаленных операторов. Так вот, Бербук, выступая с Кличко, подтвердила, конечно, что поставка оружия, которым она постоянно придает значение на Украину, это и есть ее работа на окончание конфликта. О, Господи. Ну, что я могу сказать о Нолене Бербук? У нас абсолютно разные взгляды на некоторые вещи. И я рад, что ее работы недовольны большинство немцев. Мы где-то по опросам, я думаю, стоим в одинаковом ряду. Новости идут. Из Парижа пришли сообщения об итогах национального праздника Франции. Так вот, цифры. В ночь на 15 июля задержано полицией 96 человек, зафиксировано 255 поджогов автомобилей данной официальной МВД, 7 полицейских пострадали, 51 случай применения фейерверков против полицейских. Вот так празднуют в Париже всегда день взятия Бастилии или это уже протест продолжается? Ну, вопрос мой был, возможно, и риторический, потому что знаю, что у вас есть план программы. Но если есть желание, я бы с удовольствием ваш комментарий послушала. Нет, я бы вечер дождался. Завтра поговорим о протестах, потому что это только начало. И во Франции получилось две вещи. Одна наступилась на другое. Разрозненные протесты стали объединяться. Там ситуация не очень простая с точки зрения силовиков во Франции. Они думают, что они воюют против малолеток, против подростков, против гетто-кварталов. Не, не так. Не так. Там война нищих, голодных, нелегальных против сытых, богатых и имеющих полицию, которая избивает ногами, дубинками, дубинки не резиновые, не гуманистические. Знаете, специфические дубинки. Это такие железные пружины, которые затянуты. Они тяжелые. Если ты их переворачиваешь, это вообще трэш. Кость переломать может. И удар рассчитан не на то, чтобы вас как-то испугать палкой, а чтобы вы от болевого шока отвалили. То есть я считаю, это вообще уже уровень там ООН. Но нужно дождаться вечера, если честно. Потому что у нас выходные. На выходных всегда такая активность идет. Перерастет ли это конкретно в хаос или так легко отделались. Это мой комментарий, Наталья, по Франции. Да, я поняла. Спасибо большое. Ну, остановились мы на ваших комментариях про Анналену Бербак. И знаете еще, Владимир, вот вы, начиная сегодня еврозону, говорили о том, что комментарии Дмитрия Медведева очень внимательно читают в Европе. И, в общем, там это уже даже какое-то вот оружие идеологическое. Вот вам, пожалуйста, свежая запись. Бывший, теперь же, премьер Великобритании Борис Джонсон после саммита НАТО высказался публично в поддержку Украины, сказав, надо принять сейчас и без всяких условий. Вот как-то это задело Дмитрия Медведева. И зампредсов без России написал сегодня в своем телеграм-канале. Его бы, Джонсона, принять без условий психиатрическую больницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать Третью мировую. Ну, наверное, заметили тоже в Европе. Но высказывание Джонсона не очень. А высказывание Медведева – да. Это я просто вкидываю новости, которые идут по лентам. Да, еврозона же всегда идет по свежим событиям. Иногда по аналитическим, иногда даже трехдневной давности или недельной будем обсуждать. У меня сейчас по заготовке, Наталья, идет другой разговор. Очень интересный и очень важный. Потому что произошла определенная встреча. И на этой встрече присутствовал президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард. Это очень важно. И с ней встречался никто иной, как вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Валдис Домбровски – это Владик Домбровский. Ну, на самом-то деле. Но сразу все понятно, как сразу он становится Валдис Домбровскис. Так вот. Эта встреча шла о чем? То есть представители Еврокомиссии Брюсселя, ну, тусовочки там Урсула, Боррель и Соединенные Штаты Америки с главой Европейского Центрального банка Лагард. Она, я так скажу, специфический человек, но с точки зрения банковского дела иногда в Европе я вижу некоторое, ну, скажем так, фигуру достаточно костлявую и неудобную, но не потому, что она отстаивает интересы, а потому, что у нее мышление особое, современные вызовы и конфликт между Центральным банком Европы, например, по ставкам и Соединенным Штатам Америки, он ярко выражен был, когда Америка стала в одностороннем порядке изменять ставки, то Европейский Центральный банк не шевелился в этот момент, и была определенная возможность игры упущена. И потом, между прочим, после Кристина Лагард сказала, а мы не хотим играть, это Америка нам навязывает эту игру, мы вот должны спокойно подойти к некоторым вопросам. Так вот, почему это нам интересно вообще, что встречались эти две личности? Очень просто. Потому что Еврокомиссия решила через Валдиса Домбровскиса прощупать почву, точнее, надавить на Европейские Центральные банки и, наконец-то, наконец-то, что-то делать уже с российскими замороженными активами. И смысл очень простая. Активы лежат? Лежат. Замороженные? Замороженные. А можно их оценивать как прибыль? А когда они лежат? У них там есть какой-то, ну, процент, по которому они что-то получают, ну, как сберкнижка. А вообще можно расценивать, что если мы их заморозили, то это вообще-то наша прибыль? Вот смотрите, они же ими не пользуются, значит, мы на момент заморозки можем пользоваться. Тогда это наша прибыль. Хотя мы им отдадим, может быть. Мы не уверены. Потом. Давайте сейчас придумаем, как ввести налог на прибыль. И тогда прибыль 5%, через 20 лет денег, ничего не останется, потому что нет распорядителя. Домбровский, конечно, в данном случае человек, который не понимает, о чем он говорит. Я специально, я не пародировал сейчас совсем балтийскую речь, они там говорят по-английски, так как я говорил. И разговор, что делать с российскими авуарами, конечно же, это серьезный разговор, на что ему, между прочим, Кристина Лагард сказала, что введение налога на прибыль замороженных российских авуаров, цитата, может угрожать финансовой стабильности, еврозонности и ликвидности единой валюты. Итак, тусовочка из Брюсселя придумала определенную хитрость. Ну, когда грабят, нужно быть хитрым, потому что они же не грабят, они же Робин Гуды, и они делают что-то хорошее. И тут они пришли к банкеру, который им говорит, ребята, а вы понимаете, как только вы это сделаете, что произойдет? Во-первых, ликвидность евровалюты шатнется. Если вы хотите с этим поиграться, то я вам скажу, вот я глава центробанка, а вы кто? Кто вас назначил на эту должность? А, избирательно-демократическим путем? Ну, посмотрите, кто у вас там вообще, какой у вас опыт работы, банковской деятельности. И стабильность еврозоны, конечно, знаете, это, ну, серьезная сумма, во-первых, это не несколько миллиардов. И как перевести эти миллиарды в Украине, Валдис, большое тебе человеческое спасибо. Что, европейская казна пусто? Денег нет? Надо придумать, где их достать? Ну, хорошо, достанете раз, другой, дальше что будете делать, поезжать к Макарону и поговорить с ним, я специально сказал сейчас, не Макрон, и поговорить с ним, когда в стране бунтует, вот Наталья нам сказала, что опять машины пылают. Какое состояние у политика в этот момент? Он больше не хочет заниматься Украиной, поверьте мне. И Еврокомиссия считает, что, в принципе, идти на этот риск надо. Вопрос в другом. Мы, на самом деле, на ситуацию не очень-то сильно и влияем. И когда на саммите в Брюсселе, это конец июня, договорились, там они придумали такую хитрую штучку. В общем, замороженные российские активы, если будут использовать, то для восстановления Украины им не хватает пару вещей. И с точки зрения реальной ситуации, они могли бы просто провести суд и признать конфискацию. Почему еще нету циркового суда? То есть, там пару судов уже делали какие-то цирковые заседания. Почему? По одной простой причине. А ведь как только это произойдет, это, в принципе, уже второй крупный сбой в еврозоне, когда еврозона что-то обещает и, в принципе, заканчивается чудовищно. Я имею в виду создание фонда стабилизации с Ираком. И, в принципе, после этого просто деньги убегают из Европы. А о том, как они убегают, я расскажу вам завтра, дорогие друзья. Спасибо. Владимир Сергеенко был с нами.